В эфире «Утро Карачаева Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро и начинаем новый день февраля с погоды. А днем плюс 2, плюс 7. И местами минус 3, плюс 2. Ночью и утром на дорогах гололедица. В Черкесске переменная облачность без существенных осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура ночью до 6 градусов мороза, а днем до 5 тепла. Полина поможет. Теперь каждый человек, не выходя из дома, сможет получить всю актуальную информацию о себе, имеющейся в банке данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов. Голосовая помощница с искусственным интеллектом, но вполне человеческим именем, способна определять тематику запросов и синтезировать ответы в соответствии с различными сценариями обработки вызовов. Как и по какому номеру можно связаться с Полиной, в каких вопросах она сможет оказать поддержку, расскажет Ахмат Халкечев. Чтобы воспользоваться услугой электронного помощника, необходимо позвонить в Центр телефонного служения Федеральной службы судебных приставов по номеру 8 800 303 400. Главная цель проекта – дать возможность людям получить всю актуальную информацию о своих задолженностях или о каких-либо ограничениях, не выходя из дома. При общении с гражданином голосовой бот запросит фамилию, имя, отчество, дату рождения и регион регистрации, что позволяет идентифицировать обратившегося. На основании полученной информации система автоматически формирует запрос и в аудиорежиме предоставляет общедоступную информацию из Банка данных исполнительных производств. Полина может предоставлять и более расширенную информацию, но для этого уже необходимо будет подтвердить свою личность предоставлением дополнительных персональных данных в виде ИНН либо СНИЛС. После такого подтверждения можно получить сведения об имеющихся ограничениях на регистрационные действия с имуществом, о наличии возбужденных исполнительных производств и арестованных в банковских читах. Кроме того, голосовой помощник подскажет информацию о наличии ограничений выезда за пределы Российской Федерации, о движении денежных средств, а также поможет получить реквизиты для оплаты сумм задолженности. По запросам абонентов возможно получить информацию о порядке личного приема судебными приставами-исполнителями, а также начальниками отделений, о режиме работы фильтариальных органов Федеральной службы судебных пристав, а также о государственных услугах, предоставляемых ведомством. В планах на перспективу добавление текстовых каналов обмена информацией. Центр телефонного обслуживания сможет принимать сообщения в текстовом формате не только через официальный сайт Федеральной службы судебных приставов, но и через популярные мессенджеры, как Вайбер, ВКонтакте и Телеграм. Все внедряемые новшества, как уточняют в ведомстве, прежде всего нацелены на повышение доступности сервиса и качество обслуживания населения. Ахмад Халкищев, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия. Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия» ровно в 9. Смотрите «Вести» на карачаевском языке, затем также программы карачаевской редакции. Об 14.30 «Вести» Карачаева, Черкесия с Аллой Динаевой. Всем хорошего дня и встретимся завтра. Субтитры создавал DimaTorzok